Здравствуйте! На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В ряде провинций Западной Армении наблюдается погодная аномалия. Мир, построенный на разрушении Арцаха и уничтожении армянского населения, не может быть прочным, сообщает МИД Республики Армения. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден посетила Армению. Human Rights Watch называет ряд случаев насилия со стороны азербайджанских военных военными преступлениями. Потери вооруженных сил России в Сирии составили 112 человек. Большая опасность ожидается для рыб озера Ван. Миграция рыб в этом году будет осложнена. Лос-Анджелес объявил 9 ноября днем памяти жертв агрессии Азербайджана против Арцаха. Необычные погодные условия для этого времени года сохраняются в ряде провинций Западной Армении. Особенно в центральных регионах, провинции Карс, погода удивляет в виде сильного снегопада. Из-за холода школы в Карсе были закрыты на один день, а в ближайшие дни ожидается шторм. Спасательные отряды продолжают работы по уборке снега. Сильные снегопады зафиксированы в Ванском, Мужском, Харберском районах. Несмотря на низкие температуры в этих регионах, в некоторых южных регионах весна вышла из-под контроля. Мир, построенный на разрушении Арцаха и уничтожении армянского населения, не может быть прочным, сообщает Министерство иностранных дел Республики Армения. Об этом заявил министр иностранных дел Арай Вазян в ходе пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анной Линде. Армения и армянский народ всегда искренне передавали послания мира. Как нация, пережившая первый геноцид 20 века, мы знаем ценность мира и безопасности. На всех этапах арцахского конфликта Армения выступала за исключительно мирное урегулирование вопроса. Сегодня мы также полностью осознаем возможности, которые мир и настоящее примирение может принести нашему региону. Но мир – это не просто красивое слово. Мир, построенный на основе разрушения мирных поселений в Арцахе, в том числе Гадрудского района, уничтожение армянского населения и создание вместо этого азербайджанских поселений, не может быть прочным. «Мы продолжим нашу борьбу за справедливый и достойный мир, тесно сотрудничая с нашими международными партнерами», – подчеркнул министр иностранных дел Арай Вазен. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден встретилась сегодня в Ереване с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном, президентом республики Армения Арменом Сарксяном и министром иностранных дел Арай Вазеном. В ходе встреч они говорили об урегулировании Арцахского конфликта и неизменной роли ОБСЕ в процессе урегулирования, а также об укреплении сотрудничества между ОБСЕ и Арменией. В качестве действующего председателя ОБСЕ она подчеркнула важность работы Минской группы и личного председателя ОБСЕ в стремлении к прочному миру. В то же время Линда заявила, что остаются неразрешенные вопросы. ОБСЕ играет важную роль в достижении прогресса. На этом этапе важно уважение гуманитарных прав и прав человека. Необходимо создать атмосферу доверия и доступности на местах, подчеркнула министр, отметив роль женщин. Отметим, что послание Анны Линда адресовано властям Азербайджана. Действующий председатель ОБСЕ Линдес также встретилась с представителями гражданского общества. Отметим, что 14 марта действующий председатель ОБСЕ отбыла в Азербайджан и в рамках регионального визита встретилась с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Организация Human Rights Watch указала на ряд случаев насилия в отношении мирного населения в Арцахе со стороны азербайджанских вооруженных сил. Организация задокументировала несколько случаев насилия, в которых мирные жители Армении становились жертвами пыток и бесчеловечного обращения. Как сообщает Human Rights Watch, в азербайджанском плену погибли два человека. Правозащитная организация сообщает, что 4-я Женевская конвенция предусматривает защиту гражданского населения во время международного вооруженного конфликта. Незаконный овердрафт защищаемого лица является серьезным нарушением Женевской конвенции и военным преступлением, говорится в сообщении. Умышленное убийство и жестокое обращение с лицами, пользующимися защитой, как установлено в связи с вышеупомянутыми случаями, являются военными преступлениями по международному гуманитарному праву, говорится в докладе. Вооруженные силы России потеряли 112 человек за время военной операции в Сирии. Такие данные привел первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В Сирии погибло 112 российских военнослужащих, сказал он на круглом столе в Госдуме в понедельник. Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКСРФ Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил те же цифры. Городской совет Лос-Анджелеса единогласно принял резолюцию о поддержке народа Республики Арцах. Как передает Армен Пресс со ссылкой на Массиспост, резолюцию представили члены Совета Полка Рекурян и Митч О'Фаррелл. В резолюции говорится, что город Лос-Анджелес неизменно поддерживал народ и население Арцаха, являющиеся с этнической и культурной точки зрения армянским коренным населением региона. И этот народ смело провозгласил свою независимость от Советского Союза и Азербайджанской Советской Республики около 30 лет назад. И с тех пор установило у себя демократическое самоуправление. В резолюции содержится обращение к войне, развязанной азербайджанской стороной в сентябре 2020 года. И отмечается. 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана осуществили широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, координируя операции с Турцией, заручившись ее полной поддержкой. Тем самым полностью обнули в 30-летний режим прекращения огня и возобновив полномасштабную войну. Его цель состояла в том, чтобы уничтожить коренное армянское население и силой завоевать независимую республику Арцах. Принимая эту резолюцию, Лос-Анджелес скорбит по гибели тысяч жертв этого нападения. 9 ноября 2020 года объявляется Днем памяти жертв агрессии Азербайджана против Республики Арцах, говорится в резолюции. Члены горсовета решили, что поскольку город Шуши теперь незаконно контролируется Азербайджаном, они временно приостанавливают статус дружественного города с Шуши. Они пообещали восстановить статус, когда город снова станет свободным от азербайджанской оккупации. В связи с глобальными изменениями климата из-за более низкого уровня воды в озере Ван и прилегающих к нему реках ожидается, что в этом году миграция сельди будет затруднена. Эти рыбы мигрируют в пресные воды во время сезонного размножения. Бассейн озера Ван – одна из пострадавших от засухи территории. Малое количество осадков отрицательно сказывается на водном потенциале бассейна. Уровень озера Ван будет иметь постоянную тенденцию к снижению. Такая ситуация негативно сказывается на живой природе. Жаркая погода повлияла на поведение рыбок. Рыба, глубина которой в этом сезоне должна быть 70 метров, подошла к берегу, проплыв на глубине 18 метров. Чем меньше воды, тем труднее будет воспроизводиться рыбам, потому что хотя сельдь живет в богатых содой водах озера Ван, она выживает только когда в озеро впадают реки. Далее для вас ансамбль Зартфонг – Хабырбан. «Хабырбан» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении, а также на нашем YouTube-канале. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего!